Ой, ребятки, жарила сейчас себе стейк. На заднем плане слушаю Мариночку, свою подружку. И думаю, надо вам показать вот такой хороший стейк у меня. Смотрите, вот такой толщины. И у меня вот такой есть сыр с плесенью. Я не знаю, кто любит, кто нет. Я обожаю Дорблу или какой-то еще. И мы когда жили в одном месте, у нас был французский ресторан. Вот они подавали этот сыр, вернее, подавали стейк с соусом и с такого вот сыра. Поэтому я сейчас сделаю вот такую штуку. Я накрою, положила два кусочка сыра и накрою вот так фольгой. Надеюсь, он сейчас там растает, и это у нас будет соус. Так, пока у меня стейк, вернее, сыр голубой тает над стейком, я решила разогреть. Вот у меня оставались грибы. Я выключила сковородку. И просто вот у нас остывающие сковородки разогреваю грибочки с луком. У меня будет такой сложный гарнир. Салат, мясо и грибочки. И, конечно, слушаю свою мариночку. Так, давайте заглянем, что у нас здесь делается. Да, тает, но не так хорошо, как я хотела бы. Я, может, сейчас микроволновку на пару секунд положу, и у меня будет соус. А салат нагреется. Сейчас я на отдельную. Потому что так ему не растать. Сейчас я положу на маленькую тарелочку. Прямо буквально на 10 секунд микроволновку. Давайте эксперимент. Так, перекладываем мясо сюда. И в микроволновку навесем. Так, обязательно нагреваем. Ну, сколько? Ну, давайте 20 секунд. 20 секунд. И посмотрим, что у нас получится через 20 секунд. Звуки слышно, но ничего больше. Так, сейчас. Так, ну вот сыр вроде как расплавился. Я не хочу больше греть. Потому что это может повлиять на готовку мяса. Оно уже у нас готово. Больше я его греть не хочу. Как же эти французы делают? Я не знаю, мне интересно. Да, ну вот не совсем он так вот растаял. Но не очень. Очевидно, его нужно в сковородку и греть в сковороде. Чтобы он растаял до консистенции соуса. Ну, ладно. Так, смотрите. По-моему, я очень хорошую идею придумала. У нас стейк. Потом голубой сыр и сверху грибы и салат. Я думаю, будет так. Я думаю, будет так и делим. Вообще, вот можно сделать... Вы знаете, вот мне сейчас пришло в голову. Можно сделать гамбургер домашний. Сверху положить тоненький-тоненький кусочек вот этого голубого сыра. Потом грибы и все это расплавится. Положить булку. Потом положить какую-то зелень. Ну, листок салата, например. И будет гамбургер, который заслуживает особого внимания. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Я думаю, это будет очень-очень вкусно. Да, Марк сегодня нам пришла посылка. Сегодня, наверное, будет данбоксинг или распаковка. Смотрите, в разрезе стейк выглядит вот так. Вот это голубой сыр, грибы сверху. Получается очень-очень вкусно. Вот в этом доме точно они поменяли жигули-машину. Ну, стейк, грибы и голубой сыр. Я вам скажу объедение. Следующее я буду в видео готовить этот сыр. Стейк, вернее, мясо с этим сыром. Но уже по-другому я буду усовершенствовать. Я дойду до той точки, вот как нам подавали в этом ресторане. Потому что вкус – это что-то с чем-то. Особенно тем, кто любит голубой сыр с плесенью. Тот, кто понимает, о чём я говорю. И это просто объедение. Очень вкусно. Неприятного аппетита. А вам хорошего настроения. Любите, будьте любимы. Пока. Забыла сегодня вам рассказать. Пошла гулять. Вокруг блока. Ну, иду, смотрю. Корзиночка стоит у дома. Написано. Вот в корзиночке вот эта мята прекрасная. Ну, там много было мяты нарезано. Свежая такая. И петрушка. И написано, кто хочет, берите это бесплатно. Тому, сколько вы сможете использовать у себя. Вот я взяла три веточки мяты. Пришла её хорошо помыла. Ой, пахнет так хорошо. Прям залила такой проточной водой. Замочила её на несколько часов. Хорошо она у меня отмокла. Вот водичку сейчас налила, поставила. Она высохла такая свежая. Вечером с чайком заварю. А сейчас вот себе такой киселёчек такой заварю. Вот метамуцил. Натуральный псиллиум стопроцентный. Который для кишечника хорошо. Что здесь написано? Ну, без очков мне сейчас здесь не увидеть. Здесь снижает фолестерол, да? Для кишечника хорошо. Здесь помогает в боди натуральной выводить токсины. И первое, что у Фил чувствовать легче и больше активно. Я уж не знаю, насколько активно. Вообще, надо 2-3 раза в день. Но так как я другие ещё витамины. Вот сегодня я за день... Наверное, у меня будет первый киселёк. Иногда 2 раза я выпиваю. 3 у меня редко когда получается. Мне нравится. Можно любым. Можно холодной водой заливать в любой напиток. Но мне нравится в горяченький. Вот так. Загустевает, как киселёчка. Приятно пить. Я с некоторых пор, знаете, вообще чуть холодной напитки вообще не могу пить. Даже вот утром водичку в бутылке в своей, в литровой. Я холодную вам воду развожу кипятком. У меня получается такая приятная комнатная температура. Я её с удовольствием утром пью. А потом или 7 льна. И вот последние дни мне нравится... Сейчас покажу. У меня прямо здесь коробочка. Я вот так её... Здесь у меня имбирь. Я его тоненько-тоненько нарезаю. Вот здесь прям пластиночками. Здесь у меня лимончик свежий. И вот я и вечером завариваю, и в течение дня утра спила. Или два раз, наверное, сегодня. И вот мне нравится. Я утром тоже сначала пью воду. А потом пью вот такой чай. И чай я добавляю или ромашковый. Ну, или какой-то травяной. Потому что я только травяные чаи пью. Не чёрные, не зелёные, а травяные. Так, сейчас попробую. Должно быть... Должно быть очень вкусно и не очень горячо. Очень вкусно. Такая консистенция приятная. Киселёчка. Горяченькое время 6 часов. Я уже поужинала давно. Постараюсь ужинать, может быть, в 4, в 5, в 7, в 7. Ну, так как это сегодня тоже поужло. И уже потом не есть. Так мне легче. Потому что сейчас спортзала нет. Я так пешком хожу. Иногда стараюсь дома чуть немножечко позанимаюсь. Но всё равно... Всё равно это не то. Поэтому... Лучше поесть пораньше. Я вечером, кстати, и не голодная. Когда хорошо обедаешь, уже потом кушать не хочется. Ммм, прелесть. Продолжение следует... Продолжение следует...